Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть молодой человек, 24 года. Мы с ним жили вместе год в отношениях два с половиной года. В последнее время постоянные конфликты. В итоге разъехались обратно к родителям, каждый к своим. Живем теперь отдельно, просто встречаемся. Инициатива разъехаться была с его стороны. Поговорили с ним и выяснили, что к семейной жизни он не готов сейчас. Я не тороплю его, у меня сама учеба, нет работы, со здоровьем не очень. Но я переживаю, что он не на первом месте друзья. Я очень его люблю, но боюсь, что он не решится снова съехаться и вступать в брак. Хотя мы много раз обговаривали этот момент, что семья входит в его планы именно со мной. Я не стремлюсь сейчас жить как старики, совсем без развлечений, без общения с друзьями. Но меня очень волнует вопрос, будет ли вообще когда-то хотеть семью. Как я понял из его слов, он хочет еще погулять без брака. Но погулять не по девочкам, а просто в компании друзей. Просто ему, ну не друзья. Чего хочу я? Я бы хотел, чтобы у него на первом месте была я. То есть, наверное, отношения более серьезные. Хочу. Могите понять, как поспать в такой ситуации. Сама думать, он просто еще не забрал для серьезных отношений. И я зря его заставлял отказаться от друзей и проводить время только со мной. Ну, собственно говоря, то, что вы описываете, это вопрос вашей уверенности в себе и самооценки. Первое. Второе. Ваш страх остался одной. Третье. Это то, что вы пытаетесь как-то реализовать свою потребность стабильности, но делаете это почему-то за счет семьи и за счет другого человека, а не за счет себя и своего жизненного пути. Ну, например, вы говорите, что вы сейчас учитесь. А на кого вы учитесь? Собираетесь ли вы работать по специальности? Собираетесь ли вы реализовываться? Вот. И так далее. А пока есть ощущение, что для вас важнее именно, как бы, молодой человек, кто же его хочет он. Понимаете? То есть это, я бы сказал, история о такой классической зависимости. Ну, вот. Когда человек хочет более серьезных отношений с тем, чтобы обеспечить себя безопасностью и стабильностью. Когда человек слабо полагается на себя. Когда человек не уверен в себе. Когда у человека есть свой собственный страх, и он это проектирует, переносит на другого. На, в данном случае, мужчину. Ведь вы же почему-то заставляли его отказаться от России и проводить время только с вами. Соответственно, с точки зрения психотерапии, вам нужно отталкиваться от того, какой был массив, заставлять его в принципе отказываться от чего-то и проводить время с вами. Из какого чувства, из какой мысли, из какой мотивации вы это делаете. Поэтому, если говорить о том, как поступать, то я бы взял паузу в отношениях. Тем более, сейчас у вас такая возможность есть. Вот. Говоря о паузе, я не имею ввиду прекращение общения и прекращение встречаться. Ну, при остановке этого. А паузу, в смысле, не принимать вопрос пока о том, чтобы сейчас и так далее, а пойти на психотерапию, да, разобраться в себе и, соответственно, как бы, уже вот из своего нового состояния, да, выстраивать отношения с молодым человеком. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.